Всем привет! Вы слушаете Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет, и я продолжаю на уровне сложности Божество бубнить тут что-то про Циву и за Испанию играть на огромной политической карте Земли. С последним патчем это все появилось, саму Испанию изменили. Запускаю игру и сразу приятное место с Петро. В любом случае, если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому ролику, ну а спонсоры канала всей серии видят сразу во вкладке сообщества. Итак, у меня чуёк готов. Надеюсь, у вас тоже там, или кофеёк, что вы пьёте. И давайте продолжим в Циву играть. Выключаю свою морду симпатичную. Закончили прошлую серию тем, что уничтожена Великобритания, Британия, Англия и время Польши. Тем более, что Россия, наш союзник с ней в войне. Я, наверное, смогу спокойно присоединиться. Наверное, даже смогу у него... А нет, не выцыганивается ртуть. Но для начала надо перекинуть флот, во-первых, а во-вторых, сделать... Наверное, ещё бомбарды стоит построить. Ну, блин, вообще фрегатов должно быть достаточно, чтобы захватить. Давайте поведём фрегаты. А, тут эти уже походили все. Тоже давайте один ход пускай отремонтируется, а потом уже вместе с этим поведём. Так, что-то в Бирмингеме... Всё-таки... Ну, значит, если... А, не хватает. Всё, хватает. Зашибись. Это вот Лондона не хватало нам. Только Лондон стал нашим, лояльность вернулась. Гавань не построена. Собор. Собор. Стоит ли мне... А, тут храм ещё нужен. А я не могу храм, кстати, строить, потому что я не открыл храмы, да? Да. Ну и ладно. Так, давайте глянем, что там всё-таки у Англии по верованиям. Надо ли? Она даже, видите, не укреплена никак. Так что, пожалуй, нет. И я не понимаю, реально, как вот буддизм в одной Севилье... Ой. Как буддизм в одной Севилье смог проложить себе путь. Знаете, да, есть ещё, наверное, одного миссионера с тремя миссионерами. Это вообще, конечно, прикол, что... В одном единственном городе, где у меня есть священное место, распространилась... Единственная религия, которой у меня нету вокруг. А она вот эта... Российская. Просто поразительно. Давайте пока так подходите, мы пойдём так... Этими шестью ребятами этот апнется. Пока не буду нападать, пока не подведён флот. Нападать просто не буду. Ну, это даже не флот, а фрегаты в основном. Так, в Толедо. Всё ли обработано в Толедо? Миссии я тут не хочу. На три клетки, в общем-то, да. Да. В Толедо всё. Так что просто перебрасываем рабочих. Давайте всё равно ещё пока сюда. А, всё-таки сначала строится... Сначала строить... Не трачу я две этих. Две единицы в новой кости. Производство. Давайте это вот сюда подведём. Глянем. А, так я уже сделал производство... Блин, я тупанул. Надо всё-таки было алмазы. Я что-то не смогу на слонов сделать. Потому что уже есть на... Алмазы здесь. Промышленное производство. Это я... Это я не подумал. Ну, тут, наверное, поплывём вниз. Попробуем. В общем, инков тут... Ну, кстати, вот граница инка, между прочим. Блин, может, меня унсу засоюзить, чтобы инка найти? Унсу, кстати, хорошие бонусы. Там, блин, восемь этих требуется. Восемь... Восемь послов. Жалко. У меня даже их не будет. Так, ну что? Венецианка 15 ходов здесь. А есть шанс? Есть шанс. Более того, я его сейчас куплю. Вот этого инженера я заберу. Да, следующий... Следующий хуже. Не знаю, кстати, я каждый раз засмотрю на Мимар Синана. Почему Синан за промышленную зону делает культурный захват соседних клеток? Почему ему дали... Ну, кто не в курсе, Мимар Синана, который Сульмание построил в Стамбуле. Ну, в общем, турецкий известный зодчий. Почему? Промышленная зона культурных захват соседних клеток дает. Не понимаю. Так. И благодаря тому, что мы это взяли, то можно, в принципе... Так, который добелен тут в будущем? Ну, давайте венецианку начнем. Все-таки. Все-таки. Так, город уже не утрачивает там лояльность. Сколько у нас до конца эпохи? Восемь. Все, у нас тут перебор уже очков золотого века. Нет. С Египтом мы не будем торговать. Слушайте, а может мне, раз я плыву по... По пути захватить Асуан и Рокидет? А тут Гтанецкий и Врослав уже в тему упадут. Кстати, мне бы еще тут... Знаете, мне надо один фрегат здесь оставить, а двоих туда везти. Наука от зданий во всех, с двумя специализированными районами это интересно. Давайте я, наверное, куплю еще одного рабочего и поставлю как раз вот эту карточку на... Так, и в стоимости на улучшение юнита, по-моему, юниты тоже все улучшили. Да, нормально, венецанка. Хорошо тут будет. Так, потихонечку возвращаемся этим парнем. Есть у вас какие-то юниты, которые надо апнуть, в принципе. Регаты, каравеллы, конкистадоры. Нету. Значит, здесь ставим соседство промышленной зоны. А здесь ставим... Рационализм, мне кажется, сейчас еще мало будет давать. Здесь ставим вот либерализм, довольство в городах с двумя и более районами. У меня, по-моему, практически все города уже с двумя. Так, а здесь плюс два к влиянию. Или к шпионам. Нету к влиянию. Отлично. Семь ходов венецианка. Слушайте, может мне не тратить, а что-то сомневает, что кто-то венецианку построит, кроме меня. Я бы этого еще один заряд оставил на Тори Дебелен. Очень хорошее чудо. Так вот, я бы, наверное, этих ребят, вот эту армаду и флот, ввел к поляку с этой стороны. А вот этот фрегат оставил бы здесь Краков обстреливать с этой стороны. Блин, жалко, нельзя их объединить. Это очень неудобно их водить так. Значит, этот пойдет сюда. Видите, пока сюда подходят постепенно, из Бирмингема к Вроцлаву пойдут. Так, ну, железо. Походу, мы слонами и алмазами можем торговать. Да, нету ощущения, что это огромная карта, честно говоря. Вот, по-моему, я тогда за Португалию, когда на Божестве играл, вот там реально была огромная карта. Давайте, наверное, маяк купим. И торговца здесь купим. Рыки, а, кстати, в кого он? Все равно отваливается к Вавилону, очень странно. Ну-ка, это же Вавилонский знак, да? Да, то есть он отвалился по лояльству, но потом обратно к Вавилону. А не к Египту, там, например. Так. Кампус тут, по-моему, нигде нормального нету. Что с промышленной зоной? Плюс два, плюс два. О, есть Акведук. Хорошо, если тут Акведук, то, в принципе, либо сюда, либо сюда промышленную зону можно поставить. Угу. Странно, это, конечно, ромашка, я до сих пор ничего не делаю с ней. Но тут Лондон можно... Давайте, кстати, передадим вот эти две клетки. Что с промышленной зоной? Плюс два. Ну, то есть на будущее, в принципе... Блин. На будущее, в принципе, тут на Бертеатралку можно поставить, будет так. Кстати, мне касса, касса Деконтрансион очень еще в тему будет. Плюс 15% производства веры и золота не на вашем первоначальном континенте. А, с губернаторами не на вашем. Ну, в принципе, у меня вот эти города с губернаторами. Ну, такое, знаете, не прям суперчудо все равно будет. Если бы он просто на другом континенте давал, то еще с губернаторами именно. Такие условия. А, наверное, верфь надо построить. Промышленная зона тоже, конечно, хорошо выглядит. Если тут Акведук потом. А тут еще что-нибудь, еще какие-нибудь районы мы потом поставим. Тут, правда, и кампус. Плюс один. Но это из-за тропического леса. Может, все-таки сюда пока промышленную площадь? Тут плюс два из-за каменоломи и стратегического, а тут из-за двух стратегических. Нет, из-за двух родников и одного стратегии. Нет, давайте сюда все-таки. Давайте поставлю промышленную зону сюда. Блин, а у меня нету формального повода объявить войну Ядвиге. Я бы национализм. Прокачал. Колониализм паровой двигатель. Давайте глянем. Нет, только официально не считается таким поводом. Еще проверю остальных. Бразилия. Стэки. Нет. Надо поторговать. Табак, нефрит. Это у меня, типа, все есть. Ну, у Египта, я думаю, тоже у меня все есть. Ацтек. Мрамор. Не понял, ничего. Одно золото? Ничего. Странный какой-то. Ну, ты предложи что-нибудь, блин. Двадцать золота. За сотню, главное, готов был. Да, елки-палки. О, все. Принимаю, не буду больше торговаться. Так, с Бразилией. Какао я торгую уже. Я двигаю. А, по-моему, у России ртуть. Во. Отлично. Так. Значит, как я и сказал, сохраню на Тори де Белен еще заряд. В Краков много, конечно, но у Кагуана хочет караван. Но далековато как-то. Просто в Новгород еще и еду даст. Ладно, давайте лучше в Новгород. Испанская флотилия входит в Средиземное море. Средиземное море тут, конечно, скорее проплыв, да, выглядят, а не море. Так, из Кордовы в Астрахань. Да, слушайте, 507 денег, это уже практически как португальские караваны. Я вам хочу сказать, что испанские караваны не на многом хуже португальских сейчас выглядят. Просто, просто вообще... А, они еще, к тому же, если португальские просто как бы на деньги завязаны, то эти еще и производство с Верой дают. В общем, что-то очень круто. Так, проверим, исследуем тут ледники. Экспедиция Крузенштерна, только испанская. Собор, верфь, фабрика. Ну, университет. Я их пока строю, я лучше деньги на что-нибудь другое потрачу, чтобы... Так, вот, маяк, например, куплю, так, и куплю сразу торговцы здесь. Так, а вот тут кампус где-нибудь... Нет, все еще плюс два. Да. Может, заповедник? Что у нас тут с престижем? Нет тут престижа. У нас тут вообще как-то не особо с престижем. Что, видимо, без заповедника будем. Ну, давайте шпионов тут строить. Можно уже куда-нибудь их отправлять. Так, астрономия есть. Ну, давайте книгопечатание, чтобы увеличить дипломатическую видимость. Потом, наверное, на всякий случай литье. Слушайте, может, три лучника купить? Потому что два арбалета нам тоже будут нужны. Или построить. Как у нас тут с лучниками? Один вход. У нас пальмас. Один вход. Ну, просто сейчас плюс сто процентов к производству. Толеда, один ход. Давайте я их лучше построю, пока отложим. Просто нам надо потом арбалетчиков апнуть для литья. А вот бомбарды, возможно, мы купим. Тут уже нехватка. Давайте просто производство поставим. А бомбарды купим. Но это на тот случай, если все-таки с кораблями не очень будет получаться. Блин, там вон польские апостолы идут. Меня обращают. Я бы был... Мне бы очень хотелось, чтобы они меня обратили. Все-таки. Так, научную теорию давайте откроем, а потом уже книгопечатание. Потом в литье пойдем. То есть я не буду сейчас сюда становиться миссионером, чтобы он мог подойти. Может, мне и тут миссионера отвезти пока? Чтобы он мог подойти к Севиле и обратить. С индуизм как бы поприкольнее имху. И мху. Надо ли нам туда каравеллы везти? Я думаю... Ну, вообще Асуан и Ракидет можно каравеллами захватывать, но это нам одной хватит. А эти пускай занимаются исследованиями. Эту поведем сюда куда-нибудь. Еще вопрос. Мне по пути захватывать Асуан или сначала попросить открытые грани... Наверное, открытые границы лучше. А потом уже, когда с Польшей разберусь, тогда уже заниматься Египтом. Я уделяю... Удивлен хорошему развитию зоусов. Чего-то крокедет криво стоит. Почему не на побережье? 2-3. Иерусалим не мешал, кстати. так... Так, тут стоим, ждем. Может тут фабрику купить пока? Тут, кстати, фабрика и угольная в тему будут. Вот на что мне тут деньги. что угольная плюс 6 еще производство. Нормально. Ну, я бы лучников куда-нибудь сюда выводил. Тут, правда, по одному ходу придется идти. Что надо еще в арбалет и апнуть. в Астрахань за морозными арбузами. Так, а что этот вообще сделает? Бесплятный экземпляр редкого ресурса. Ну, китов надо. Значит, там я сверху исследуют каравеллы. А-то уже похоже на... Англии нету, а музыка английская еще играет. Какой-то маленький Атлантический океан, честно говоря. Севилья... О, театралочка. Блин, а мне вообще тут ее реально лучше делать. Хотя, с другой стороны, тут аквапарк будет. Знаете, может, пока разве... Или, может... Не, разведывательная давайте. Давайте пока разведывательная и театральную немножко попозже. Что-то Ацтеку не нравится. Но мне тоже не нравится, кстати. Ваши инженеры хотят бы счастливее. Ну, это типа, что я великих людей себе беру. Это бразилец не одобряет. Так, ну, что там, поляк ведет апостол? Мои войска просто идут мимо. На самом деле нет. Илвакиси Вани. Ну, нет, мне, конечно, интереснее Касса де Контрасьон. А это, кстати, по-моему, испанское чудо, да? Ну, реально Испания. И Альгамбра, по-моему, реально Испания. Так, копаемся. Раз и два. Ускорили литье. Первое в мире. Всего лишь 1180-й год, а у нас уже угольные электростанции. Так, тут стоим, ждем объявления войны Польши. Тут подходим. Ну, видимо, раз он ушел, миссионерами, то можем подходить. Так, я, наверное, в следующем ходу буду уже объявлять войну. Что там, Россия еще воюет? Воюет. Ну, как-то не видно не видно результатов вообще. Это я отвел, чтобы он, я надеюсь, что он все-таки зайдет, обратит. У него один заряд вон апостол касс обратит, и я объявлю войну, и можно идти. Так, когда у нас там заканчивается четыре хода? Каких-нибудь великих людей? Я имею в виду за религию. Блин, ну вообще было бы неплохо полководца взять в возрождении промышленной эры как раз для наших... Да, давайте попробуем. Два хода зулусы. Я следующим ходом по идее должен за деньги купить, так что давайте в Толедо. Блин, а что же Анна Дарт по-моему реликвию дает, да, когда... Да, создают реликвию, тоже неплохо. Давайте пока в Толедо тогда за веру строителей. Питер всего лишь пять жителей. Ничего себе. И даже Питер маленький был. Как Стокгольм по лояльности отвалился в итоге? Вообще непонятно. У нас Гренландия открывается нашему взору. Гренландию геотермальные источники, но это, кстати, так и есть. И они есть даже в Исландии, там большинство энергии как раз от геотермальных источников идет. Так, используем. И киты теперь работают на испанцев. Ой, тут инки. Интересно, инков следующим ходом встретим. Интересно, что кампус вот тут еще можно было бы построить. А, блин, я думал тут суши. Если бы тут была суши, был бы кампус на плюс четыре, да? Так, ладно, театралка нигде. Промышленная зона тоже нигде. Нам реально надо Асуан забирать, чтобы было соседство у районов, и тут мы что-то в Лакарунии могли строить. Акведук? не Акведук. Бессмысленно. Так, а что по престижу тут? Нет, тоже фигня. То есть, заповедники не встанут. Дворец Потала фигня, Тори Доби... Слушайте, Тори Добеля на 11 ходов. Так, эти быстрее, чем в Мадриде. Мне в Мадриде уже 8. Ну, просто надо из Мадрида Мадрид чаще будут караваны, мне кажется, какие-то посылать. Ладно, 2-3 бушета. Я вспомнил, что ошибка есть в писании. Короче, осадная тактика ускоряется не двумя бомбардами, а двумя три бушетами. Это ошибка... Ильза, это может баг сами Фераксис не поправили. Потому что даже в английском написано две бомбарды, на самом деле два-три бушета ускоряют. И, по-моему, еще касается трех мушкетеров. Вот тут не три мушкетера надо... А, нет, все-таки это... Короче, где-то еще в таком же плане ошибка. Так, маяк купим. Ой, блин, я же хотел... Не, мне все должно хватить на генерала. сейчас не тратим деньги. Чуть реально... Если там не читает ЦУУС, то я того генерала куплю. жанна дарк нам была бы в тему. Не знаю, зачем я дал посольство Египту, ведь я с ним воевать собираюсь, а посольство повышает видимость, а видимость повышает силу юнитов против тебя. Осталось Жанна дарк? Не осталось теперь Дандара. За это что, Зоус начитал что-ли проекты? Да, Жанна дарк была бы прикольной. Ну и вообще мне полководец было бы прикольно. Ну надо купить мне кажется эту каким-то образом, но в любом случае мы уже должны воевать. Так, давайте из престоля Ух ты, Куритибу. Ну все лучше в Астрахани потому что тут еще и две еды и вообще там все. Так, опера и балет. Давайте в войне, в войне. Значит, использ... О, у нас два кита. Блин, то есть я где-то все-таки китов использую. Ты меня что-нибудь подаришь за это? Одно золото. Ну ладно. Так уж и быть. блин, он теперь встал тут. Из-за того, чтобы обратить, встал апостол. Ладно, я не буду его убивать. Я тут просто не могу миссионером пройти из-за этого. Ну ладно, я просто постою. Я хочу, чтобы он обратил город. конкистадоры против крылатых гусар. Бой века. Ух ты. Ой, блин, зря я сюда миссионером вышел. Короче, этому миссионеру... Ну, кстати, в этом тоже есть определенный плюс. Если они его убьют, я-то могу купить еще миссионеров, то распространится религия. Мне бы хотелось религию поля... поляка оставить. Ага, Аншан в союзниках. Ну, вот и научная ГГшка хоть какая-то. сын. блин даже не знаю просто сделать здесь фермы или там дамбы какие-нибудь потом фиг знает мать норы лесопилку пока здесь еще россию трогать не будем я так считаю сколько у канады уже 148 нету тут бразилия с ацтеком неплохо выглядят но я в принципе уже недалеко я уже недалеко так не надо пока литью отложить хочу три бушеты доделать давайте научную теорию ну и паровой двигатель в общем-то патяков и не кают так чё чё там у инков 110 72 ну похуже бразильцы развиваются я думал инк все-таки поинтереснее будет может стоило мапучи тогда поставить вместо него это мед культивирует вовсю медоед вот американец был бы сейчас динами где где гамильтон находится на этом месте понимаете где как рядом а чё тут кахоке бы появилась и ну и смысл дайте священное место вера не помешает я надеюсь все еще на религию поляка чтобы все покупать за веру в театральных площадях и компусах так художественный музей ну не знаю не охота мне тут никакие районы больше строить даже промышленная зона и охота потому что вот эти мои места очень все нравятся давайте может гранты тут с другой стороны этого магнуса надо как то пересаживать потом отсюда видимо стоп этого надо сюда убрать медь пока мастерскую так начнут с моими фрегатами будут делать терпимо блин вернул польша стоял здесь апостолом у тебя один заряд в чем проблема обращать север такой акций объявил мне войну все не буду обращать твой город в мою пласть классненькую религию я сейчас захвачу город просто и сам буду покупать у есть священные места есть даже миссионеры не атаковали очень странные действия так кстати объявил войну и забыл этим подходить к кракову наверно собственно к нему и надо идти там куча буддистских апостолов русских прется но у россии должно быть конечно религия 132 хотя у меня 106 то чтобы и много так первый три бушет готов давайте еще один сделаем сколько ходов вообще до конца два хода до конца эпохи она наверное стоит прекращать васуан отправлять караваны потому что скоро мы его будем захватывать может в курить его отправить чисто ну чтобы торговые посты там появились вот это все не в кугу он как я и говорил уже не надо васуан эти в кугуан ладно выполним задание эти сады полностью проплыв есть прям северный путь будет или все-таки будет закрыта льдами так в америке как бы встретил всех получается если может городов государства еще города государства катина ску можно пойти поискать если нас к будет я бы за союзом я бы нас к очень очень неплохо помогла так тут маяк покупаем слушайте может мне копить веру чтобы когда я захвачу в родствах сразу накупить апостолов этих индуистских давайте посмотрю что там буддизме реликвии утраивают получаемую веру фигня ступа ну такое отправляете посла государства мне не надо защитник веры мне не надо а в индуизме позволяет покупать здание в компусах и театральных районах отлично бурдвара к пищи и жилье тоже по моему отлично стоимость миссионеров апостолов снижена тем более по моему индуизм круче так что давайте копить веру а строим тут верфи обманули полика на 4 кулака дружба с хамурапи и с египтом не будем продлевать ухты инк только встретил следующим же ходом оскорбляет меня всячески чуть больно конкистадора конкистадор короче как был так себе юнитом так и остается все таки ну правда сейчас уже немножко поздновато возможно для нее так а вот осадная тактика продвинулась просто 2 3 бушет как я и говорил эти не две бомбарды а 2 3 бушета теперь можно так ахиме там два банка пригород три мушкетера эти вот три мушкетера испанцы не могут ускорить потому что конкистадоры заменяет мушкетеров вообще-то и по-хорошему это теха должна ускоряться на самом деле раз они замещают но что-то фераксис опять не доделали а я понял почему плюс 5 был за конкистадора и за этот плюс 5 потому что у меня тадж махал он плюс одно очко дает если вы получаете очки эпохи 2 и больше прям астрахань чудо-город для меня все караваны туда так тори дебилен ускоряем разведывательное управление ну давайте в бразилию отправлять так давайте продолжим осаду в родслово я не будем пока атаковать стоим более краков обстреливать меня не может отходим лечиться стоим в защите блин каши буддисты у меня до в родслов реально забрать я должен успеть там апостолов наделать для этого и копим религию так рейну пожалуй на начальник порта 5 золота то есть 10 до теперь и тут бы верфь а верфь построена тут верфь должна 10 производства сейчас сдавать а потом еще можно поставить карточку вот эту морской инфраструктурой будет 15 производства верфи что теперь что теперь строители поселенцы все это нафиг надо исследовательские гранты у меня уже армии достаточно для захвата чего угодно убираем тут давайте здесь наверно лесопилку сделаем перепутаться места и зрите тут тихий океан да это атлантика должна быть тут тихий океан написано только сейчас заметил он случайно не знаю почему так сделано в циве а это все случайно распределяется то есть это на самом деле у нас даже на аэроконтинент не европа предположим они отсюда континенты правильно африка европа северная америка южная почему тут название океанов рек гор пустынь пустынь тебя тут ливийская пустыня верно а горы вообще даже никак не названы открытые границы бразилец мне не даст северный косы ситуации краны пейджи земли тура с дельпайн и драматик а тура с дельпайн и разве в южной америки не знал а нету проплыва жаль но среди все равно канада очень неплохо расселилась в любом случае так давайте-ка я здесь куплю рабочего один ход приношу что-то строить все это время ну кассу можно с другой стороны здесь блин все равно хочется убрать пшеницу пока блин просто я хочу театралку здесь тогда поставить наверно кассу здесь как-то так делать про машину зону тут еще надо думать нет тут я к виду к не хочу а давайте расстроителя просто построю пока не буду покупать так тут конечно рост очень медленный ну а что тут делать так поставить хотя бы так давайте и рыбы тут все обравну вот еще рыба да эти обработаны давайте тут наверно строителя прошу 12 ходов так ну бросов мы должны сейчас забирать иначе нам фрегатик убьют удваивает очки великих лет давайте за полководца производит культурный захват я а ну и все а у меня даже ноль этих ну потому что захватил столицу Англии у меня минус идет сейчас по по этим очкам не начисляются писателей о культурный захват мной прикол национализм открыт наверное не буду ничего менять в золотом веке возьму реформу денежного обращения так что с захватом врод слова ну что заберется должен вот это кайф блин и тут протестать да что такое да вы дадите мне интуизм взять или нет вот уроды там видимо внутри сидел апостол то есть захват города получается снизил влияние религии вокруг представляете обалдеть а я не могу если там кто-то думает что я могу что-то с протестантизмом я его даже укрепить не могу например то есть смысл мне его держать так еще один шпион ацтек я вообще вижу какие-нибудь да давайте к ацтеку все будем воровать технологии на том континенте они более развитые вообще хорошая еще идея к вавилону конечно отправить ой блин я ж тут хотел акведук строить блин пингалу нейтрализовали вот сволочь какая то так но мне значит надо в мадриде посадить контр шпиона то есть построить еще контр еще одного шпиона и в мадрид его блин так то есть денег дофига я думаю универ нормально будет купить так а сколько у польши городов вообще краков гданьск познай остались то есть тут где то еще познань есть у меня основной конечно вроцлав вот тут у нас еще уголь как раз у есть рабочий обработаем подходим к ракову стоим не знаю понадобится ли мне три бушеты в дальнейшем но я хочу забрать польшу я не знаю как я не знаю стоит ли мне последний город забирать вот я не уверен что я там как раз по лояльности смогу его удерживать тут и так уже буду у русских маленькие города то есть я возьму краков он будет там семь жителей гданьск шесть а у этих все четыре семь пять то есть они как раз не будут влиять а вот этот город когда там дальше будет внутри он будет тут как раз оставлю на один ход производства верфь фабрика раз два три четыре пять шесть я наверное скорее фабрики буду в севилье делать просто промышленная зона сюда возможно ну давайте верфь лучше где там у нас мы с доброй надежды это мой Магеллан отыгрываю роль Испании по полной так огненная земля или мы с что то я перепутал мы с доброй надежды это же самая южная часть Африки правильно вроде бы а это огненная земля как там этот оконечность самая южная часть Южной Америки называется так в Мадриде чисто производство даже наверное можно вот так сделать науку давала и ага еще в Толедо можно производство какое-то запустить нужно ли тут фабрику тут соседство 8 да тут угольная в тему будет окей дук севели отложена ну вроде красота так уже египет меня осуждает очень в тему потому что я тобой следующий следующий займусь можешь осуждать сколько хочешь так там какие-то гэгэшки канди 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 по-моему прикольно засуха о египет обидос поставил за чем-то так канди вы получаете открытые каждого нового чуда природы ну вообще кстати его за союзе тут все вокруг цивилизации ну вот границы индуса даже прям сразу видны но я думаю что это уже в следующей серии на этом давайте я закончу спасибо что смотрите спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества поискать для всех остальных оно появится завтра играйте в умные игры и всем пока спасибо что досмотрели до конца я Алексей Халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока